Да, то есть как мы можем взаимодействовать с чат-ботами, как мы можем к ним подключать какие-то наши другие сервисы, и какие у нас для этого, в принципе, существуют инструменты. Итак, давайте еще раз. Сейчас у меня почему-то сразу несколько вопросов, и все в разных местах появляются. Итак, мы с вами говорим о том, что используются чат-боты. Да, коллеги, я вижу, опять пишут, что не слышно. Кто перешел на YouTube? Так, окей, ну, насколько я понимаю, да, все разобрались. И смотрите, по инструментам самого вебинара у вас есть такой инструмент, как чат, вы можете задавать вопросы там. Также у вас есть такой инструмент, как UNDA, вопросы-ответы, вы можете писать туда. Мы, спикеры, видим ваши вопросы, будем периодически делать паузы и останавливаться на то, чтобы на них ответить. Перед тем, как мы перейдем к основной части и основной теме вебинара, поскольку наш вебинар организован в рамках подготовки к хакатону, у нас 23 марта в Санкт-Петербурге пройдет хакатон «Бизнес-процессы» в BITREX 24. Если кто-то из участников сегодняшнего вебинара еще вдруг не зарегистрировался, но хотел бы принять участие, то ссылку на регистрацию мы вам пришлем. В принципе, вы видите сейчас ее на экране, но сразу подчеркну, в этот раз это очный хакатон, то есть это очное мероприятие только в Санкт-Петербурге. 23 марта в субботу оно будет проходить. Для тех, кто уже зарегистрировался, я просто вижу по списку участников, что многие как раз это представители команд, которые уже зарегистрировались на хакатон. Коллеги, мы обновили раздел с правилами, вернее, как обновили, мы его вынесли полностью на сайт, мы описали все правила, которые будут действовать на хакатоне. Что важно, это такие ключевые моменты, на что обратить внимание. Используем облако, используем облако бесплатное, мы делаем чистую демо-установку, включаем демо-режим, на ней работаем. Нельзя приносить какие-то свои заготовки, нельзя использовать свои платные приложения. То есть наша задача, чтобы все участники были в максимально равных условиях, и на первый хакатон мы ставим задачу разрабатывать, используя только те приложения, которые есть в Marketplace. Уже меня спрашивали, если мы сейчас вдруг что-то напишем, ваша компания что-то напишет, выложит в Marketplace, поставит, что там есть, например, это бесплатное приложение, либо у него есть демо-режим, да, вы можете так сделать, главное, чтобы все остальные участники при желании могли тоже найти ваше приложение, могли им воспользоваться. На хакатоне будет три задания. Сами задания мы сообщим в день хакатона, на решение у вас будет шесть часов, работаете вы на своих ноутбуках, да, много было дискуссий по этому поводу, мы предполагали, что мы дадим свои ноутбуки, но начались вопросы, да, операционная система, привычные, непривычные клавиши, окей, значит, мы работаем на, ну, вы работаете на своих ноутбуках, что важно, что мы записываем экраны участников для того, чтобы мы в дальнейшем могли, во-первых, проанализировать процесс работы, если у нас будут вдруг какие-то спорные ситуации, да, и есть довольно много желающих, которые хотят иметь возможность, потом посмотреть, как работали их команды, вот, то есть это от, опять-таки, от участников, да, был запрос, что мы хотим видеть, да, как там наши решали то или иное задание, хотим потом пересмотреть. Поэтому просьба ко всем заранее будет установить приложение Zoom, трансляцию, запись будем делать через него. До 18 марта просьба предоставить списке команд, в команде должно быть три человека, если вдруг вас меньше, вы можете участвовать меньшим составом, это полностью на ваше усмотрение. Есть команды, которые сказали, что мы будем вдвоем, кто-то говорит, что я, может быть, буду вообще один, и кто-то говорит, я буду одна, да, но главное не больше трех человек в команде. Мы пришлем на почту все подробные правила. Напомню, что у нас будет еще один вебинар про навыки для Яндекс.Алисы, он будет 19 марта в 11.00, да, про разработку навыков для Яндекс.Алисы, интегрированных сразу с Bittrex Framework. Там будем показывать на примере модуля, который устанавливается, правда, в коробочное решение, да, но опять-таки, если у вас есть желание использовать какие-то такие навыки, вы можете сделать свой модуль, выгрузить его в общий доступ в приложение, и можете, соответственно, с ним работать. Наверное, все, что хотела сказать по хакатону, да, я рассказала. Если есть какие-то вопросы по хакатону сейчас, их можно задать. Я сейчас посмотрю, да, есть ли у нас какие-то вопросы. Ну, вижу вопрос про запись вебинара, да, уже в двух источниках меня спрашивают. Запись будет, запись включена. Мы одновременно сейчас делаем трансляцию, и плюс будет запись, если вдруг что-то собьется и не получится с трансляцией, у нас еще будет отдельно запись. Так, по хакатону, да, давайте тогда по списку команд и по капитанам это мы отдельно обсудим. Вижу тоже вопрос. Окей, переходим тогда, собственно, к основной части нашего вебинара. И я представлю команду Just.AE, которые сегодня как раз любезно нам расскажут о том, как работать, как они работают о своем опыте, о своей экспертизе, о разработке таких решений. И, коллеги, Наталья, вы первая, как мы? Да, Светлана, я готова. Все, тогда переключаю экран, да, я останавливаю демонстрацию своего экрана. И сейчас Наталья Михайлова, компания Just.AE. Светлана, спасибо большое. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы меня видите и слышите. Все, со связью у нас хорошо. Спасибо, Светлане, спасибо, Бестранко, за приглашение на вебинар. Мы очень рады нашему сотрудничеству. Меня зовут Наталья Михайлова, я ивент-маркетолог компании Just.AE. Сегодня мы с коллегами проведем для вас мастер-класс по разработке чат-ботов в прямом эфире. Я сейчас включу презентацию, надеюсь, у меня все получится. Так, не очень у меня получается. Светлана, раздайте мне, пожалуйста, права на расшаривание экрана. Наталья добавила, проверьте еще раз. Сейчас. Да, все получилось. Коллеги, я включаю сейчас презентацию на полноэкранный режим. Так, сейчас что-то у меня тут подвисло. Поставьте, пожалуйста, плюсики, что вы видите презентацию. Так, не хочет у меня включаться полноэкранный режим почему-то. Ну ладно, давайте так. Так, вот наша повестка дня на сегодня. Я кратенько расскажу о том, какими проектами мы занимаемся, о наших продуктах и о том, что, может быть, вам интересно в плане развития в области чат-ботов. И далее я передам слово Андрею и Ксении, моим коллегам, для практической части и для обзора тарифов AmyLogic. Так, вот, и, конечно, ответим на ваши вопросы, которые возникнут по ходу. Так, давайте начинать. Немножко о нас, о компании JustEye. Мы занимаемся системами искусственного интеллекта с 2011 года. За это время накопили большую экспертизу по разработке и внедрению таких систем. Наши клиенты – это крупнейшие бренды российские и мировые. Наша линейка продуктов представлена несколькими направлениями. Наш главный продукт – это JustEye Conversational Platform. Это большая интерпрайз-платформа, на которой наши лингвисты разрабатывают сложные системы разговорного искусственного интеллекта. Ее младший брат – это конструктор умных чат-ботов AmyLogic. Сегодня как раз мы на нем будем практиковаться. Он позволяет создавать чат-ботов без кодирования практически, без кода, с помощью перетаскивания блоков. Андрей сегодня вам это покажет. И также у нас есть такой продукт, как AmyBox, который позволяет создавать голосовые интерфейсы и навыки для умных устройств, таких как роботы, игрушки, умные колонки. Так, двигаемся дальше. Сегодня, как я уже сказала, мы работаем на AmyLogic. Соберем с вами HR-бота, который умеет обращаться к внешним системам по API. Возвращаясь немножко к нашим проектам, к нашим внедрениям, хочу сказать вам о основных задачах, которые выполняют чат-боты в компаниях. Здесь на слайде выделены шесть основных задач, главный из которых – это, конечно, взять на себя основные типичные, рутинные задачи, освободить сотрудников от выполнения их. Второе направление – это помощь операторам, помощь сотрудникам компании в работе. Так называемый режим суфлера, когда чат-бот помогает быстро найти информацию и ускорить работу, скажем, службы поддержки. И отдельное очень важное направление – это HR-боты, которые помогают автоматизировать внутренние и внешние HR-задачи, скажем, автоматизировать поиск сотрудников, их обучение, их адаптацию в компании. Три важных момента, которые мы хотели бы обозначить в связи со внедрением чат-ботов. Да, с одной стороны, чат-боты позволяют освободить рабочее время сотрудников, снять рутинные задачи. С другой стороны, очень важно понимать, что всегда для корректной работы чат-ботов необходимо присутствие человека от разработки, обучения, вплоть до контроля работы, даже коррекции работы чат-бота. В связи с этим на рынке появляются новые востребованные специальности, связанные с чат-ботами. Это NLP-инженеры, разработчики чат-ботов, дата-сайентисты. Некоторые профессии даже пока еще не обрели какого-то названия, но точно можно сказать, что они будут очень востребованы в ближайшее время. И я хочу рассказать вам о том, чем мы можем быть полезны для тех, кто хочет развиваться в этой области, о тех проектах, которые мы ведем. Совсем скоро, на следующей неделе, стартует колл-центр World Forum. Это крупнейшее мероприятие в области контактных центров, на которых наша компания курирует секцию по искусственному интеллекту и диджитал-трансформации. Мы ее открываем и ведем. А также демо-форум технологий, выставка и презентация докладов, где наши партнеры Digital Intelligence рассказывают о своем практическом опыте внедрения чат-ботов в компании. Мы также являемся соучредителями научной конференции INL. Она проходит каждый год в октябре в Санкт-Петербурге на базе университета ИТМО. Также обратите внимание на наш собственный проект. Это конференция Conversations, посвященная исключительно разговорному искусственному интеллекту. Первый раз она состоялась в ноябре 2018 года. На ней мы собрали ведущие компании-разработчики из России, Китая и Соединенных Штатов, включая таких гигантов, как Google и Яндекс. И для разработчиков эти специалисты провели 12 мастер-классов по различным аспектам разработки чат-ботов и навыков для виртуальных ассистентов. Некоторые темы этих мастер-классов я вам сейчас покажу на экране. Всего их было 12. И записи этих мастер-классов выложены на портале ConferenceCast, где их можно посмотреть. Сейчас мы готовим следующую конференцию Conversations. Она пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году в конце июня. Пока еще продажа билетов не началась, но уже можно оставить заявку на сайте мероприятия. В прошлом году у нас был ажиотажный спрос на девелоперский поток, и нам пришлось закрывать продажи билетов за неделю до мероприятия. В онлайне мы проводим обучающие вебинары по работе с конструктором AmyLogic. Они называются «Практика AmyLogic». Мы разбираем интересные и полезные кейсы, сложные какие-то моменты, примеры таких вебинаров вы сейчас видите на экране. Все они доступны к просмотру свободно в нашем канале на YouTube. Подписывайтесь и присоединяйтесь к нам. Анонсы мы вывешиваем на нашей группе в Facebook и также на сайте AmyLogic. Следите за обновлениями, присоединяйтесь, это свободный вебинар. У AmyLogic есть и постоянно пополняется база знаний. Мы выкладываем туда подробные туториалы по различным кейсам, статьи, все, что нужно для быстрого погружения в работу. И, конечно, мы, как никто, понимаем, что ничто не заменит живое общение со специалистом. У нас есть канал в Telegram, в котором Андрей Чикишев, гуру AmyLogic, мегамастер, проводит консультации практически в режиме 24 на 7, помогает, рассказывает, спасает. Присоединяйтесь и познакомьтесь с Андреем. Я сейчас приглашу Андрея в эфир, он как раз проведет практическую часть. Я же останавливаю трансляцию своего экрана и передаю слово Андрею. Друзья, всем привет. Меня зовут Андрей. Я являюсь инженером технической поддержки JustEye. Общаюсь с клиентами в чате Telegram, по почте, по телефону, лично, в общем, по всем каналам связи. Вы общаетесь со мной. Сегодня мы сделаем бота. Перед тем, как начать, я вам тоже расскажу немного про наш конструктор, покажу небольшую презентацию. И сейчас я вам ее открою. Минуту. Первое – это что же такое Emilogic вообще и какие его особенности. Emilogic – это конструктор для разработки чат-ботов и навыков для голосовых ассистентов. То есть первое отличие его – это то, что там присутствует искусственный интеллект. Второе – это то, что он обладает омниканальностью. То есть к одному боту вы можете подключить сразу несколько каналов. На данный момент это Telegram, ВКонтакте, Google Ассистент, Facebook, чат-виджет, Алиса. Ну и планируем еще добавлять, расширять этот список. Также из особенностей – это то, что вы своего бота можете подключить к, в принципе, любой системе внешней. Также если вы знаете какой-то язык программирования, вы можете дописывать бота на своем языке программирования с помощью WebHook. Также есть база знаний у нас. То есть вы можете даже не писать сценарий, а просто загрузить список вопросов и ответов. И вот будет у вас замечательно работать. И сейчас, в принципе, приступим к самой разработке. Сегодня мы сделаем такой несложный пример HR-бота, который будет помогать собираться в командировку. И я покажу вам, как интегрироваться с другими системами с помощью HTTP-запроса. В принципе, презентацию я сейчас закрываю. И вам должно быть видно сейчас мой экран. Экран вы видите. И давайте приступим. Первое, что вам нужно сделать, это зайти на наш сайт app.emilogic.com. Далее нажать кнопку «Создать бота» и придумать название этого бота. Мы напишем HR-бот. Выберем язык. На данный момент это русский и английский. Нажимаем «Продолжить». И у нас откроется окно сценария, где мы будем составлять сам сценарий. И первое, что должен будет уметь наш бот, это поприветствовать пользователя. То есть у нас есть блок текст. Это реплика бота. Вы также можете добавить несколько реплик, чтобы бот выбирал рандомно из этих реплик. Я уже заранее подготовил реплики бота, чтобы время не тратить. То есть мы видим, что это HR-бот. И он говорит, что он может. Нажимаем «Сохранить». Далее он нас спрашивает, какой вопрос нас интересует. Мы должны сделать блок ввод пользователя. То есть выберем фразы. И напишем здесь, допустим, командировка. Чтобы не писать много примеров фраз, можно использовать шаблон. Допустим, синтаксис шаблонов, звездочка и командировка. Когда бот среагирует на фразы, например, «Я хочу в командировку». То есть это сработает. Также вы можете здесь добавить несколько групп фраз. То есть какие-то другие, допустим, DMS, отпуск и так далее. Но мы сегодня помогаем собраться в командировку. После того, как пользователь нам скажет, что он хочет в командировку, мы добавляем блок «Текст» и спросим, как его зовут. Далее добавляем блок «Фраз». У нас есть системная сущность «Name». То есть там сохранены все распространенные имена и нажимаем «Сохранить». Далее. После того, как пользователь назвал свое имя, мы делаем блок «Текст» и запрашиваем, в какой город назначена командировка. Далее нажимаем блок «Фразы». И также у нас есть справочник «Сити». Нажимаем «Сохранить». И далее после того, как пользователь нам сказал необходимые данные, мы для примера оставим только имя и город. Также вы можете запросить дату и все нужные данные. После того, как мы их запросили, мы отправим эти данные в систему управления проектами «Трелла». Я уже подготовил эту доску. И отправим мы с помощью сервиса EFTTT. Переходим на него, нажимаем «Мои апплеты». Создаем новый апплет. Здесь выбираем «Webhook». Пишем имя, кнопка «Добавить» и здесь ищем «Трелла». Добавляем, пишем имя листа, выбираем здесь «Проект» и мы изменим заголовок, чтобы к нам приходило значение. В принципе, все. Нажимаем «Create» и нажимаем «Finish». Далее мы заходим в настройки этого вебхука. И копируем вот этот уру и вставляем его в браузер. Далее пишем имя нашего события. И давайте протестируем, что у нас все работает. Переходим на нашу доску и видим, что тест у нас завершился успешно. И все, что нам осталось, это скопировать этот уру, вернуться в наш сценарий и в блок HTTP-запрос его вставить. И на вкладке «Барри» мы отправляем данные, которые мы хотим отправить. То есть это «Нейм» и «Город». Теперь нажимаем кнопку «Сохранить». И если запрос завершается успешно, то мы пользователю выводим информацию о том, что он отправил данное, и заявление будет готово. Давайте сейчас эту часть протестируем, как это все работает. Протестировать можно прямо в конструкторе, как текстом, так и голосом. И сейчас пока тестируем. Я могу посмотреть, если есть какие-то вопросы и ответить на них. Андрей, пока прислали вопрос, вот не в чат, в телеграм-канал наш пришел вопрос. Можно ли самостоятельно как-то расширить вот эти справочники «Нейм» и «Сити»? Самостоятельно вот эти справочники вы расширить не можете, но мы можем по запросу пользователя, то есть какие-то имена добавить, какие-то города, то есть мы это сможем добавить. Вы пишите нам, и мы добавляем. Но также у пользователя есть возможность создавать свои сущности. То есть у нас есть свои справочники, условно, как тест создадим, где вы можете придумать свою сущность. То есть, допустим, это может быть какой-то iPad. Ну и здесь вы можете написать синонимы, то есть там по-русски, iPad и так далее. То есть создать свой справочник вы можете. Я так понимаю, тут еще вопрос в том, то есть если у нас есть, допустим, список сотрудников, которые мы где-то храним, как вот мы его сюда сможем передать? Список сотрудников именно загрузить в эту сущность вы не сможете. То есть пока загрузки нет, но она в разработке, и скоро она появится. Вот. Так вы можете вручную занести, либо вы можете этот список хранить где-то у себя в какой-то базе и доставать с помощью этого же запроса эти данные. Ага, то есть мы можем, получается, туда подстроить запрос, да, и, соответственно, получить, когда сотрудник пишет свое имя, да, мы сможем его найти в базе через запрос. Да, да. Все, спасибо. Я так понимаю, что мы ответили. Спасибо. Так, сейчас протестируем нашу часть. Мы пишем командировка. Далее пишем имя. И пишем город, допустим, Москва. И нам вывелось сообщение, что данные отправились. Переходим в нашу доску и видим, что Андрей едет в командировку в город Москва. Далее, когда мы отправляемся в командировку, мы обычно смотрим, где мы будем жить. И давайте реализуем эту логику в боте. Напишем, предлагая заранее подготовиться к твоей поездке. И сделаем блок переход. Далее пишем, делаем блок текст и пишем там пользователю информацию. Посмотри, чем я могу быть тебе полезен еще. И сделаем такую функцию рекомендовать. Пишем рекомендовать гостиницу и узнать погоду. Когда пользователь попросит нас рекомендовать гостиницу, мы сделаем также запрос. Это может быть запрос абсолютно к любому API. Но мы на данный момент воспользуемся просто Google таблицей. И я там внес примеры гостиниц, городов, адреса и цену. И брать мои данные будем именно отсюда. Как взять данные из Google таблицы? У нас есть инструкция чтения данных из Google таблиц. И вы можете ей воспользоваться. То есть нам нужно скопировать вот этот уру. И вставить его в запрос. И также нужно указать ID таблицы нашей. Перед тем, как указать ID таблицы, ее необходимо опубликовать в интернете. То есть файл и опубликовать в интернете. У меня уже опубликовано. ID мы берем вот отсюда и вставляем его. Далее мы получим некий результат, переменную так назовем. И будем искать гостиницы по определенному городу. То есть пользователь нам говорит свой город. Мы этим воспользуемся и найдем именно тот город, в который он поедет. То есть здесь у нас поддерживается библиотека Underscore. И вы можете пользоваться функциями данной библиотеки. То есть мы берем весь запрос, весь массив и ищем по полю город, наш город. Нажимаем сохранить. После того, как запрос завершается успешно, мы выведем пользователю информацию о том, сколько мы нашли вариантов в этом городе. То есть в городе могу порекомендовать столько-то вариантов. И кнопки «Да» и «Нет». То есть будет пользователь смотреть или нет. Если он отказывается, то возвращаем его на экран, чем он может быть полезен еще. А если он соглашается, то мы выводим этот массив. То есть берем первый элемент. И выводим его. И вывод у нас будет вот такой. То есть имя гостиницы, нейм, адрес и цена. Все эти данные соответствуют нашим столбцам из таблицы. То есть вот мы видим нейм, адрес и цена. Нажимаем «Сохранить». После чего делаем блок «Переход». И нам нужно перейти на следующий элемент. Делаем условия. И пишем «Next». Нажимаем «Сохранить». И снова выводим то, что нам нужно. От «Элс» мы сделаем новый экран с блоком «Текст». Где пользователю будет выдана информация о том, что это все, что он может порекомендовать. И сделаем блок «Переход». И вернем его на экран. Чем он может быть полезен. Так. Сейчас мы можем проверить эту логику. Сделаем небольшую паузу. И вы можете также задать вопросы, если они у вас есть. Ну, опять вопрос из чата. Где опубликована документация? Ну, тут я так понимаю, что, возможно, вы про это тоже расскажете. Тут вопрос, как разработчики могут вообще взаимодействовать с ботом. То есть какие есть инструменты для тестирования для своих проектов. Так, для своих проектов в плане, где именно? То есть в конструкторе или про какие? Ну, я так сейчас, давайте. Ага, интересует версия для разработчиков. Если мы хотим оттестировать свои проекты, прежде чем давать клиентам. Тестировать вы можете прямо здесь, в конструкторе. Так, у нас запустился тест. И мы можем написать, что нас интересует. Пишем имя. Пишем город. Так, у нас сейчас должны отправиться данные. И мы можем нажать кнопку «Рекомендовать гостиницу». У нас есть информация, что найдено шесть вариантов. Мы нажимаем «Посмотреть». И они должны нам все появиться. То есть мы все гостиницы можем посмотреть. И осталось сделать логику узнать погоду. Чтобы узнать погоду, мы воспользуемся таким вот API. Здесь есть разные варианты получения данных. То есть за пять дней, за шестнадцать, на определенную дату. Но мы воспользуемся самым таким простым, бесплатным. Это текущая дата. Здесь есть документация, как делать запросы. Ну, запросы я уже подготовил. И сейчас вам покажу, как это сделать. Сейчас вернемся к нашему сценарию. Нажимаем от кнопки «Узнать погоду». Делаем запрос и вставляем «Уру». «Уру» у нас будет вот такого вида. То есть что мы тут делаем? Вставляем наш ключ, который получаем. Пишем язык и долготу и широту. Мы используем переменные. Сейчас мы эти переменные объявим еще с вами. Перед этим мы сделаем вывод значений. Сохраняем. И давайте объявим наши переменные. Их мы объявим. Можем даже вот в этом запросе, где мы отправляем данные. Сделаем переменную с таким вот значением. Город. И напишем. Так, и все то же самое. Нажимаем «Сохранить». И возвращаемся к нашему запросу. Так, переменные мы объявили. И мы можем вывести данные о погоде в блок текст. Пишем в городе в таком-то температура будет столько-то. И снова нажимаем «Тестировать». И сейчас проверим, как работает эта логика. Если есть еще какие-то вопросы, можете пока их задать. Так, мы видим, что у нас запустился тест. Пишем. Бандировка. Имя. Город Москва. Напишем «Рекомендовать гостиницу». Посмотрим, какие есть гостиницы. И узнаем погоду. Мы видим, что погоду он нам вывел. И давайте этого бота я покажу, как подключить к какому-либо каналу. Все, что вам нужно, это нажать на вкладку «Каналы». Выбрать, допустим, «Телеграм». Ввести токен «Телеграма». И нажать кнопку «Подключить». Видим, что сейчас наш сценарий публикуется. После того, как он опубликовался, мы можем проверить этот канал. Нажмем «Старт». Я так полагаю, вы не видите сейчас экран. Сейчас «Телеграм» должно быть видно. То есть мы нажимаем «Старт». Он запускает логику. Пишем «Командировка». Пишем имя. Город. Город. Ждем, когда отправят. Рекомендуем гостиницу. Он выводит. Узнаем погоду. И погода нам выводится. В принципе, это все, что я вам хотел показать. Как работать с запросами в нашем конструкторе. Если сейчас есть еще какие-то вопросы, то их задавайте. Я останавливаю свой показ экрана. Ну вот опять тот же вопрос, да, про документацию. То есть что есть на вашем сайте, где посмотреть, потому что много вопросов, связанных там с номинованием переменных, что откуда берется, как устанавливается. Я думаю, что это какой-то, в общем, муал. Да, сейчас я скину ссылку прямо в чат, где посмотреть нашу документацию. Ну и транслирую много благодарностей. Говорят, что это круто. Отлично. Так. Если больше вопросов пока нет, то я передаю слово Ксении. Она расскажет про тарифные планы. С вами я прощаюсь. Всем пока. Спасибо. Так. Всем привет. Скажите, пожалуйста, видно меня и слышно ли? Все в порядке у нас в связи? Да, все есть. Отлично. Тогда давайте представлюсь. Меня зовут Ксения. Я представляю коммерческий департамент компании Just.I. Сегодня моя задача рассказать о видах лицензирования платформы AmyLogic и тарификации. Сейчас я расшарю вам свой экран. У меня подготовлена небольшая презентация. Вот у меня похожая сложность. Вижу сейчас, как у Натальи была. О, получилось. Я победила. Отлично. Итак, давайте начнем с того, что у нас платформа AmyLogic – это облачное решение, и оно, соответственно, тарифицируется по абонентской плате. Мы создали лицензии, три различных типа лицензий, исходя из основных трех групп пользователей, которые есть у нашей платформы. Первая группа пользователей – это новички, которые только начинают свой путь знакомства с нашей платформой, или вообще, в принципе, они сейчас выбирают площадку на базе, которой есть возможность создавать ботов. Для этих наших пользователей мы создали тариф Community. Он абсолютно бесплатный. И как раз подходит для того, чтобы ознакомиться с базовыми функциями нашей платформы. И на базе этого тарифа есть возможность даже создать несложного бота, который будет возможность опубликовать во внешний канал. Также у нас есть категория пользователей, которые уже прекрасно знакомы с возможностями AmyLogic. Более чем. Это наши девелоперы, разработчики, которые предоставляют услуги своим конечным клиентам по созданию и разработке ботов. Для этой категории пользователей мы создали тариф Developer. Он доступен по достаточно демократичной цене. Позже расскажу, в чем его особенности. Ну и, конечно, у нас есть, скажем так, тарифы бизнес-класса. Их несколько. Это уже для конечных пользователей нашей платформы, кто будет публиковать ботов для своих клиентов на сайте, в, не знаю, навыки в Алисе, Google Ассистенте и так далее. Давайте. Так, мне подсказывать надо поправить экран. Давайте пойдем дальше. Перед тем, как я буду рассказывать об особенностях каждого из тарифов, давайте... Так, хорошо, что я это сделала. Давайте немного расскажу о терминах, которые встречаются в нашем прайсе. Слева видно термины. У нас лицензии ограничиваются по каналам, по количеству уникальных пользователей, группам фраз, с статистикам различным, да, есть базовые расширенные, и возможностью загрузить ту или иной объем базы знаний, FAQ, которые Андрей уже упоминал. Плюс у нас есть возможность перевода диалога из диалога человека и бота на живого специалиста компании. Итак, каналы. Я думаю, здесь все понятно, да, у нас есть основные наши каналы, это ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Ассистент Алиса, Google Ассистент. Что еще? Ну, наши основные каналы, которые доступны для публикации прямо через личный кабинет и аккаунт Эмилоджик. Основной вопрос, чаще всего, который встречается, это кто же такие уникальные пользователи, да, по которым мы ограничиваем наши тарифы. Уникальные пользователи, это, ну, в большинстве случаев, это уникальные клиенты, люди, компаний. Почему говорю в большинстве случаев? Потому что уникальность пользователя отчасти зависит от каналов, где публикуются боты. Ну, например, вы опубликовали боты только в Телеграм-канале, да, и, соответственно, один клиент общается с ботом в течение месяца и возвращается к нему, да, да, там, через неделю, через две или через день. И такой вот пользователь, он будет считаться одним уникальным пользователем с точки зрения тарификации. Если говорить, например, про чат-виджет на сайте, где тоже есть возможность публиковать ботов, то здесь могут возникнуть сложности. Один и тот же, по сути, клиент, да, имеет возможность зайти на сайт и пообщаться с ботом через режим инкогнито, либо почистить своих кэш-куки, и тогда он уже после этих всех манипуляций будет считаться снова новым уникальным пользователем. Я вот не знаю, удалось ли мне понятно объяснить, кто такие уникальные пользователи с точки зрения нашей тарификации. Вопросов вижу нет по этому моменту. Да, вопросов пока тут нет. Да, отлично, просто это один из самых таких скользких моментов, по которым возникает вопрос, поэтому, да, решила остановиться. Дальше. Группы фраз. У нас есть ограничения в тарифах по этому пункту. Группа фраз — это тот набор фраз, который позволяет боту определять намерение клиента. Андрей, когда создавал сценарий бота, показывал, что есть возможность заводить различные вариации фраз, по которым будет ясно, согласен, не согласен, доволен, недоволен клиент, ну, конечно, пользователь. И в зависимости от этих фраз будет возможность переводить и вести человека по отдельной, да, иной ветке, линии диалога. Соответственно, вот, например, тариф комьюнити, да, он бесплатный, и в нем есть возможность добавить 30 групп фраз, причем в каждой группе фраз одного бота есть возможность добавить неограниченное количество видов этих фраз. То есть чем больше вы ведете похожих аналогичных значений одних и тех же намерений, тем больше будет понимать ваш бот, да, что же хочет конечные пользователи. Дальше. Статистика. Ну, у нас есть возможность через AmiLogic смотреть по графикам количество обращений, и в расширенную статистику входит возможность читать логи диалогов, ну, и, соответственно, у вас появляется больше картинка, да, о том, что вообще происходит между вашими конечными пользователями и ботом в течение, там, одного периода отчетного. База знаний, FQ. У ботов, созданных в AmiLogic, есть возможность отклоняться периодически от основного сценария, обращаясь в базу знаний, которая загружается к нам в платформу. Это часто задаваемый вопрос, вопрос-ответ с различными вариантами ответов, с различными вариантами распознавания запроса одного типа. Соответственно, даже если человека ввели по одному сценарию, да, там, не знаю, отправляли в командировку, и тут он вдруг задает какой-нибудь вопрос из серии, там, не знаю, а Владивосток нам доступен для командировок, да, это считается часто задаваемым, то бот всегда обратится к базе знаний, ответит на этот вопрос, и дальше поведет конечного пользователя по ветке сценария основного, который был создан изначально разработчиком. Так, есть у нас пункт в тарифах доступ к JustEye Conversation Platform. У нас действительно есть возможность, в ближайшее время будет, при покупке определенных тарифов иметь возможность получать аккаунт в нашей основной платформе, где уже сценарии ботов создаются на уровне кода, что в целом для разработчиков бывает намного проще, да, чем графический редактор. Но это будущее, да, пока давайте разберемся с ограничениями, которые у нас есть в тарифах. Итак, комьюнити — простой тариф. Здесь есть возможность создать бота и опубликовать его в всего одном канале. Этот тариф ограничен двумя тысячами уникальных пользователей, да, которые смогут общаться с ботом. Вы сможете добавить в каждого бота 30 групп фраз. Сразу скажу, что в AmyLogic можно создавать сразу несколько ботов, да, различных, которые смогут закрывать разные задачи, быть опубликованы там и работать с абсолютно разных целей. Вот, ну, в каждом из этих ботов у вас будет ограничение по 30 групп фраз. Нет возможности читать логи диалогов. И всего можно добавить 10 часто задаваемых вопросов-ответов, которым бот сможет периодически обращаться. Время проведения клиентов по сценарию. Дальше. Я думаю, этот тариф сейчас более актуален, да, для слушателей. Это тариф-девелопер, который как раз был создан для разработчиков, которые зарабатывают на стоимость услуг по разработке сценариев ботов. И, как видно, здесь нет практически никаких ограничений. То есть, есть возможность публиковать бота в абсолютно все каналы связи. У вас нет ограничений по количеству групп фраз. Вы можете писать максимальное количество, да, понятных для бота интентов, да, по которым он будет распознавать намерения. Можно читать логи, есть возможность смотреть любую статистику. Максимальное количество тематик по FAQ у нас 250, и они добавлены в тариф-девелопер. Ну и, конечно, есть возможность при создании бота подключать возможность перевода диалога на оператора в операторский чат. Плюс мы скоро дадим нашим девелоперам доступ к платформе JCP, Just-Tag Conversation Platform. Единственное, что здесь имеет максимальную ограниченность, это количество уникальных пользователей, которые могут общаться с ботами, которых создал наш девелопер. Дело в том, что этот тариф, он не подразумевает создание ботов, которые прямо с использованием этого тарифа будут использоваться в коммерческих целях. Скорее, этот тариф создан для того, чтобы разработчики смогли создать сколько угодно сложного бота, насколько это позволяет наша платформа, и продемонстрировать его своим клиентам. Он может опубликовать его в различные каналы, и из наших приблизительных расчетов мы, когда создавали этот тариф, предположили, что сотня уникальных пользователей, это порядка 20 одновременных проектов по созданию бота, и у каждого проекта есть, предположим, 5 пользователей, которые хотят смотреть, как выглядит и работает бот. Соответственно, этого количества уникальных пользователей должно хватить для того, чтобы продемонстрировать разработчику все свои возможности по созданию сценариев работы бота. Давайте я отвечу на вопросы, если они есть, по тарифу девелопера. Пока нет вопросов, поэтому тарифы. Есть вопрос, сколько будет стоить бот для клиента, если он должен отвечать на вопросы и ввести его к покупке, к оформлению заказа. Так, давайте сначала тогда перейду к тарифам как раз бизнес-версии нашей для конечных пользователей. Что-то у меня не перелистывается. Получилось. Отлично. Тарифы бизнес. Это, соответственно, уже тарифы, которые доступны для конечных пользователей, для тех компаний, которые хотят в коммерческих целях использовать ботов, созданных в AmyLogic. Соответственно, здесь в основном основная зависимость стоимости идет от количества уникальных пользователей, которые могут общаться с ботом. Объем трафика, который обрабатывают боты, созданные в AmyLogic. Здесь все просто. Чем крупнее компания, чем больше у нее клиентов, и чем больше вопросов автоматизируется с помощью ботов, тем дороже стоимость, собственно, тарифа. В целом, бизнес-стандарт, PRO и ULTRA очень похожи по набору функций. Из них больше всего отличается бизнес-бэйсик. От них больше всего отличается бизнес-бэйсик. Потому что на тарифе бизнес-бэйсик нет возможности, например, создать чат-виджет на сайте, где будет опубликован бот. Есть ограничения по количеству групп фраз. В отличие от других наших тарифов. И база знаний достаточно ограниченная. Но этот тариф, он подходит, например, для небольших салонов красоты, каких-нибудь, где объем обращений не такой большой в рамках месяца. Но, тем не менее, они хотят обеспечивать своих клиентов 24 на 7 ответами на какие-то основные вопросы. И этот тариф вполне способен закрыть эту задачу. Дальше у нас уже идут тарифы для более крупных клиентов, которым есть необходимость, например, не только создавать большее количество групп фраз, но и никак не ограничивать количество тематик в базе знаний. Но и им необходима возможность и доступность бота перевода диалога на оператора. Соответственно, они понимают уже, что здесь бот, возможно, не ответит на все вопросы. И они подключаются всегда к работе с клиентами, обязательно своих специалистов. Что же нужно сказать? Наверное, основным отличием бизнес-тарифов после бизнес-бэйсик идет возможность подключения выделенной поддержки. Если приобретаются тарифы максимального уровня, то наша компания готова выделить отдельную, обеспечить этих пользователей поддержкой индивидуальной для того, чтобы контролировать и процесс работы бота, и, возможно, что-то советовать, и помогать всячески для того, чтобы бот не деградировал, а постоянно улучшался. И, соответственно, эта поддержка доступна в тарифах Business Pro и Business Ultra. Давайте я расскажу, как мы видим работу наших девелоперов с их конечными клиентами. У нас в AmyLogic есть возможность копировать ботов, которые были созданы. Соответственно, сейчас эта функция автоматически возможна уже в рамках одного аккаунта. То есть есть возможность создать одного бота, скопировать его, несколько раз продублировать внутри своего аккаунта. Если вы разработали бот, довели его до ума, продемонстрировали, ваш клиент акцептовал все и готов уже запускать этого бота в бой, так скажем, то вы можете обратиться к нам в поддержку. И мы этого бота в кратчайшие просто сроки, в течение нескольких минут сможем перенести на уже конечный аккаунт вашего клиента. Для того, чтобы все заработало, у вашего клиента ему также придется зарегистрироваться у нас в AmyLogic и подключить, выбрать один из тарифов бизнес, который подходит ему по количеству обращений, по объему трафика, который он планирует и ожидает обрабатывать ботом. Так. Ну, в целом, мне кажется, я про тарифы основную информацию рассказала. Вопросы? Так, спасибо. Сейчас смотрю, где у нас какие вопросы. Ну, вопрос такой, то есть, если у вас партнерская программа, да, то есть, если клиент покупает тариф, получают ли разработчики какие-то отчисления? Да, у нас есть два пути развития и работы с разработчиками. Первое. Разработчики зарабатывают, да, только на своих услугах, как они оценивают свои трудозатраты и так далее. И есть возможность подписать, так скажем, партнерский договор, да, после которого будет возможность всех подключенных с помощью этого разработчика клиентов конечных Emilogic получать в течение трех лет определенный процент от стоимости лицензии. Но так как я не являюсь, да, менеджером, который работает с партнерами, наверное, здесь глубоко не раскрою эту тему, но такая возможность она есть. Обращайтесь, у нас есть специальная почта partner.sobachka.just.ai.com. На эту почту есть возможность написать. Пишите, вам ответят. И хорошо, спасибо. И еще тут, так, сейчас, сейчас, сейчас у нас еще вопрос. Есть ли, планируется, либо есть ли какое-то приложение, как Marketplace для ботов? То есть можно ли разработать своего бота и предложить его другим клиентам? Не отвечу на этот вопрос. Тут, я так понимаю, просто потому, что вы были последние, да, все вопросы какие накопились, тоже попали к вам. Да, давайте я запишу этот вопрос. И не знаю даже, как есть возможность. Может быть, этот человек как-то оставит свой контакт. Мы ответим позже. Хорошо, ну, я тогда предлагаю, да, коллеги, на экране видим телеграм-канал, чат, да, видим Facebook, видим почту. Можем, соответственно, какие-то вопросы задать еще туда. Вот. Ну, и если прям вот актуально, да, получить вопрос именно через нас, то, пожалуйста, получить ответ именно через нас, то напишите мне ваш контакт, и я, соответственно, передам. Да, соответственно, Facebook у нас работает, мы все о том стараемся отвечать, и телеграм-канал у нас вотчина Андрея Чикишева, который сегодня ввел практическую часть, ну, а контакт JustEye, это скорее ко мне, да, вопросы, я чаще всего отвечаю вот по этой почте нашим пользователям. И вижу еще вопрос, это, я так понимаю, к Наталье. Про конференцию вначале говорили, которая будет летом, можно ссылку? Это, видимо, конверсейшн. Конференция конверсейшн имеется в виду? Да, я так же думала, что да. Да, сейчас я сброшу в общий чат, секундочку. Так, я думаю, что я пока могу отключаться, да? Да, я думаю, Синяя, спасибо большое. Да, спасибо вам за внимание, время. Было приятно. Что я делаю не так? Остановите. Все хорошо. Да. Все, всем спасибо. Обращайтесь. Хорошо, коллеги. Смотрите, поможем. Да, еще раз спасибо. Да, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я думаю, что контакты все успели увидеть, но мы презентацию и всю информацию сейчас еще продублируем вам по почте. Вы сможете еще это посмотреть и, соответственно, сможете связаться. Да, ссылка на конференцию в чате, в общем, вы тоже ее видите. Ну и, собственно, те, кто спрашивает, да, в отдельный чат, я сейчас это тоже продублирую. Все тогда, наверное, большое спасибо команде JustEye и будем рады видеть вас еще раз. Итак, всем спасибо. Я отключаю тогда. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok